Здравствуйте. Недельный воежж президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки заканчивается на низкой ноте. Вопреки ожиданиям внутри Украины, поездка превратилась в презентацию плана победы в отсутствии детализации целей достижения самой победы. Известно, что в документе содержатся требования гарантии безопасности для Украины со стороны западных стран, аналогичный пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО, международная финансовая помощь для восстановления экономики, поставка современных вооружений от Запада, а также продолжение операции ВСУ в Курской области. В самих США план Зеленского называют не иначе, как дипломатическим ходом Киева, который уместно считать не стратегией победы, а тактикой прекращения войны. Нюанс в том, что Виктория и прекращение боевых действий не тождественны не только концептуально, но даже формально. Источники Блумберг из разных стран в один голос утверждают, что идея Зеленского лишена прорывных предложений и вряд ли ускорит разрешение конфликта. А кое-кто, выслушав выступление украинского лидера на Совете безопасности, состоявшегося в рамках Генассамблеи ООН, вернулся к мысли, что резонь не обсуждать свертывание военной кампании с Кремлем. Кое-кого отпугнуло заявление Зеленского о необходимости силового понуждения России к миру. Страны, собравшиеся выслушать предложения, столкнулись с призывом стать участником военного противостояния. Хотя, как утверждают наши эксперты, под словами о понуждении Зеленский подразумевал отнюдь не то, что сегодня вытаскивают на свет недобросовестные аналитики. Зеленский говорил об уставе ООН. И говорил он еще довольно мягко, не хотел обижать, видимо, никого. В принципе, мог бы сказать центральнейший момент устава ООН, вокруг которого все остальное выстроено. Это неприкосновенность международно признанных границ государств, членов организации объединенных наций. Если этот принцип полностью попран, полностью нарушен кем-то, то это грубейшее нарушение устава ООН и вообще непонятно, как совершивший такой акт государства может продолжать себя членом этой международной организации считать и чего-то там ей предлагать, чего-то добиваться. Это логический нонсенс, мог бы сказать Зеленский и был бы совершенно прав. Но он и так вопрос не ставит, хотя намекает, потому что он много раз употребил слова устава ООН в своем выступлении. Говорил, что именно на основе устава ООН должно произойти принуждение России к миру, принудить Россию к миру, как вы выразили справедливо, видимо, силой. Но именно к миру, никакому поражению, разгрому России не призывает Зеленский. Он просто предлагает вернуться, вернуть статус-кво, вернуться к законным, международно признанным уставам ООН, как бы тем самым утвержденным границам 91-го года и благодаря этому достичь мира, полного мирного регулирования. Вот о чем говорит Зеленский. Но насколько реально это, насколько это вообще речь могла заставить государство, те, которые готовы поддерживать, тем не менее, Россию, или, по крайней мере, закрывать глаза на происходящее, смогут изменить эту позицию, повлиять на них, это, конечно, большой вопрос. И боюсь, что в большинстве случаев ответ будет негативным. Стратегия контролируемой эскалации, которая склоняется в Соединенных Штатах, тоже не подразумевает прямого вовлечения в российско-украинскую компанию. США предпочитают тратить деньги, а не людей. Такой подход в Украине давно считается двусмысленным, и выступление Зеленского на совбезе ООН отчасти было направлено на то, чтобы подтолкнуть Вашингтон, выбрать, наконец, стул. Стоило ли делать это публично, вопрос политического вкуса. Риторические приемы на дипломатических площадках уровня Генассамблеи не всегда работают на их авторов. Общая риторика этого плана победы, она, значит, в общей сводится к тому, что Украина предлагает поменять все-таки подход к тому, как выглядит текущая война России с Украиной, и то, как Запад помогает Украине. Он призывает, Зеленский в этом плане победы, я так понимаю, призывает в большей степени сосредоточиться на том, чтобы ограничивать российский потенциал через разные дополнительные инструменты. Он говорит, что Украине нужно не только там больше оружия, в том числе разрешить западными дальнобойными ракетами бить по территории глубины России, но еще и там гораздо лучше работать с точки зрения санкций, создавать давление на страны глобального юга, чтобы они эти санкции не помогали России обходить и всякое такое. В этом смысле, я думаю, что вот эта риторика про понуждение, она не про военное вмешательство, не про то, что страны-нации должны, не знаю, отправить часть своих войск на фронт в Украине, а про то, что должно измениться как бы и стать более таким жестким политика западных стран, прежде всего Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки по отношению к России вот на такой дипломатической политической плоскости, потому что, конечно, за последние, ну там, наверное, год-полтора это давление послабло, по крайней мере, у Киева складывается такое ощущение, да, и Россия, Кремль, используя разные такие, ну, в общем, дыры в регулировании международного законодательства, стараются нарастить свой военный потенциал без как бы каких-либо существенных проблем со стороны Запада, которые, в общем, после того, как санкции наложил, не предпринимают других дополнительных действий для того, чтобы эти санкции работали, и какое-то, значит, создавать давление политическое на Россию тоже не получается сейчас в данный момент у Запада. Нет никакой тайны в том, что в последнее время Украина так или иначе ориентирует свои планы на предстоящие в ноябре выборы президента США. Считается, и, в общем, не без оснований, что от того, кто станет новым хозяином овального кабинета, зависит как нынешняя, так и послевоенная судьба страны. В этом смысле недельный вояж украинского лидера, вышедший за рамки только Генассамблеи и Софтбеза ООН, это еще один шаг к пониманию перспектив как самого Зеленского, так и Украины в целом. Плат Победы – это не менее и не более, чем политтехнология на избирательный период в Соединенных Штатах. Это попытка сейчас усилить повестку украинской Победы внутри американского дискурса, для того чтобы вы говорили не про компромиссы, не про уступки, а про возможность Победы, варианты этой Победы, что необходимо сделать для нее, таким образом хакнуть информационную Победу, но при этом не играя в внутреннюю политику Соединенных Штатов и не ставая на позицию симпатии кому-либо из кандидатов и двух американских ключевых политических партий. Потому что выборы не только происходят в Белый дом, но также происходят и выборы в Американский парламент, как в Нижнюю, так и в Верхнюю палату, полностью одну и частично другой. И, соответственно, здесь очень важно сохранить нейтралитет по отношению к обоим политическим лагерям. Если я правильно понимаю, там прошла проверка в Конгрессе о том, насколько, значит, по вмешательству, в общем, по обвинению вмешательства Украины в выборы в Соединенные Штаты Америки, по крайней мере, заявления такие я читал в прессе только что, ровно руководствуясь этой же логикой, что поскольку, значит, в ходе этой поездки в Пенсильванию Зеленского сопровождали демократы, и в целом, значит, вся поездка была организована демократами, все это играет им на руку, особенно в силу того, что, в общем, демократы, когда они заявляют, что нужно продолжать поддерживать Украину, их часть аргументов в том числе в том, что начали работать или там в большей степени стали загружены военные заводы, в том числе в этой Пенсильвании, в Америке, что создает рабочие места и, в общем, несет какое-то дополнительное экономическое благо для ряда штатов в Соединенных Штатах Америки. Собственно, это подтверждение, как бы, его визит был, де-факто, подтверждением вот этой риторики, что, конечно, работает на компанию Камала Харь. Насколько он осознанно это сделал, я не знаю. Я так понимаю, что со стороны Зеленского этим руководила, ну, его участием в этой поездке руководил, собственно, посол Украины в Соединенных Штатах Америки, собственно, в отставку, к отставке которого и призывают республиканцы сейчас. И я не уверен, что Зеленский вкладывал в это как бы свое действие, однозначную, например, поддержку Камала Харрис на выборах или понимал, что у этого будут какие-то существенные политические последствия, но так уж вышло. Ну, он делает ставку, видимо, все-таки своего рода, потому что понял окончательно, что приход Трампа к власти ничего хорошего не сулит. И все последние заявления публичные Трампа, они говорят о том, что он намерен прекратить военную поддержку Украины самым решительным образом. И Зеленский это понимает, как бы пытается, но сам догадывается, что эти попытки обречены и что победа Трампа на выборах означает, ну, ставит Украину, не то чтобы уж обрекает ее точно на поражение, но ставит ее в гораздо более сложную военно-политическую ситуацию. И поэтому делает ставку на демократов. Вот поляки Пенсильвании, я не знаю, можно ли доверять всем этим опросам, я вчера вечером поздно видел какие-то опросы, вроде бы солидные, показывающие, что да, поляки Пенсильвании осознали, что надо поддерживать Камалу Харрис, надо поддерживать демократов, голосовать против Трампа, именно потому что приход Трампа означает угрозу поражения Украины и значит большую угрозу безопасности Польши. Но в западном сообществе считают, что украинский президент, очевидно, ведомый своими советниками, полагает, будто осуществляет стратегический прорыв, когда расширяет райдер своего присутствия в американской повестке. При этом допускает досадные технические промахи. Его приезд на оружейный завод в Пенсильвании, организованный администрацией Байдена, с первого захода показался избыточным. Почти сразу стало понятно, кто использует оставленные Зеленским автографы на снарядах, готовых к отправке в Украину в собственных предвыборных целях. Возникло ощущение, что референсом к воежу Зеленского в Скрэнтон вполне могли бы выступить ревизионные поездки Путина на какой-нибудь Уралвагонзавод. Первыми это заметили у Трампа и устроили форменный скандал с обвинениями в адрес демократов в использовании представителей иностранного государства в предвыборной агитации, попутно обвинив Зеленского в его вмешательстве в американский избирательный процесс. Дело дошло до того, что спикер палаты представителей Джонсон стал настаивать на отставке посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой. Впрочем, в отсутствии политического чутья Зеленского обвиняют не впервые, особенно в Соединенных Штатах, пребывающих в острой стадии предвыборной борьбы, когда образ Украины как страны жертвы военной агрессии отнесен на дальний план. Зеленский не первый раз как бы своими разными риторическими конструкциями не очень аккуратно их использует, скажем так, да, потому что, если вы помните, саммит НАТО в Вильнюсе, на который он приехал, как бы фактически шантажировал Вашингтон тем, чтобы, значит, Украине дали зеленый свет на вступление НАТО, ну или как-то, значит, предложили план по этому вступлению, более такой подразумевающий, более понятные, прозрачные шаги, и, в общем, он приехал с этим предложением, фактически слэш-шантажом, и ему пришлось стать затем на саммите, достаточно сильно смягчать свою риторику и отыгрывать назад, да, он недооценил тот уровень, значит, консенсуса, который на Западе сложился по отношению к перспективам к тому моменту вступления Украины в НАТО, да, он поэтому не первый раз это делает, мне кажется, в этот раз он тоже недооценил, но, с другой стороны, смотрите, и он, я думаю, что отыгрывает назад, отыграет назад, там, значит, вот вот это его, например, посещение завода в Пенсильвании военного, да, оно риторически было выдержано, ну, более дерфимно, по крайней мере, из тех, значит, видео, что мы видели с этого завода. В общем, мне кажется, дальше он в течение всей этой недели и начало следующего, и он будет как-то постепенно отыгрывать свою риторику, понимая, что он слишком сильно, возможно, здесь сексенсировал внимание и недооценил тот уровень западного консенсуса по отношению к текущей поддержке Украине и усталость от украинского, такого проукраинского дискурса в части ста. Потому что реакция на него, как я понимаю, однозначна. Те, кто за демократов приветствуют такой визит, считают его там символически важным и так далее, те, кто за Трампа, наоборот, гневаются и говорят, вот какое еще безобразие, какая примитивная политическая пропаганда. В чем она нас убеждает? В том, что Зеленский опять просит денег и оружия, и он его получит. И вот уже на завод приезжает, где делают снаряды, которые он хочет получить. Какое безобразие. То есть вот реакция. Каждый видит то, что хочет видеть. Однако вряд ли стоит сомневаться, что если Зеленский использовал визит в США в агитационных целях, то отнюдь не в пользу Харрис или Трампа, а в первую очередь в пользу своей программы окончания войны, которую в Украине называют планом победы. При этом позволил себе допустить ряд выпадов в адрес Трампа, который, как выразился Зеленский, в действительности не знает, как остановить войну в Украине. Трамп немедленно отреагировал с заявлением, что не собирался встречаться с Зеленским и обсуждать его план. Правда, чуть позже он все-таки анонсировал встречу с украинской делегацией, повторив все тот же тезис о том, что сможет договориться с обеими сторонами конфликта. Очевидно же, что он, Зеленский, больше контактирует сейчас, ну и, не знаю, что сейчас, всегда с демократической частью истеблишмента американского, и его риторика во многом ими формируется. Насколько это как бы мудрое решение с точки зрения подвешенного результата выборов в США в ноябре, оно, конечно, не очень мудрое. Если у него ресурсы поступать иначе, ну, непонятно, я не могу оценить, если честно. Мне кажется, что Трамп сам не очень жаждет как-то Зеленского привечать и, значит, демонстрировать, что он с ним в хороших отношениях. Наверное, это вредит электорату Трампа, который будет за него голосовать. В общем, здесь есть какая-то внутриполитическая еще динамика, но, конечно, в этом смысле Зеленский, очевидно, пытается, ну, не пытается, а, в общем, ситуация у него сложилась так, что его отношения с демократами гораздо крепче, и риторика его, она в большей степени соответствует политической риторике демократов в США. Если рассуждать в категориях, используемые Зеленским терминологией, видимо, следует понимать, что его план предусматривает не только и не столько военную победу Украины над Россией, пока что окопная действительность показывает, скорее, невозможность капитуляции Москвы, а сколько победу цивилизованного мира над агрессией в общечеловеческом понимании, как бы пафосно это ни звучало. Потому-то украинский лидер использует трибуну ООН, в том числе и для расширения круга стран-участниц второго саммита мира, который, судя по всему, состоится в Индии. Во всяком случае, об этом шла речь на встрече Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Учитывая это обстоятельство, он словно бы обращается к странам так называемого Южного Кольца, которым хорошо бы объединиться под синью украинских мирных инициатив. Да, конечно же, разумеется, это агитационная трибуна, тут нет никаких сомнений и ничего в этом нет плохого. Все этим пользуются для всех трибуна ООН. Это всегда способ обратиться к каким-то из членов организации, разъяснить свою точку зрения, перетянуть на свою сторону. Так было и в годы Холодной войны, и все время это происходило. Так это происходит и сейчас. Но насколько, опять же, эффективным может быть такое выступление с этой точки зрения, об этом можно спорить. Вряд ли оно кого-то переубедит, потому что те, кто уже окончательно решили, что они будут поддерживать позицию России скорее, или будут придерживаться такого абсолютного нейтралитета, такого безразличия чуть ли не к исходу конфликта, те, кто такое решение принял, наверное, они на этой позиции и останутся. Ни кочего кардинального с точки зрения изменения поддержки Украины на Западе не должно было бы произойти в результате такого выступления и в целом визита Зеленского в США на этой неделе. Другой вопрос, что кажется, что он ничего и не добьется своим планом победы, которую привез, потому что реакция на него какая-то вроде как скептическая или сдержанная. Скептическая или сдержанная, да, и я так понимаю, что никакого решения по дальнобою не будет, по крайней мере, на американских выборах. В общем, его вот этот вот визит недельный, он, кажется, что для него во внутренних таких политических вопросах Украины в большей степени сыграл в минус. А на международной арене сильно, мне кажется, что отношение к Украине, к Киеву, по крайней мере, пока что, насколько мы видим, не поменял. На этом фоне авансом звучит заявление Зеленского о приближении конца войны, которое он сделал в интервью ABC News, вновь призывая союзников укрепить Украину и подкрепляя призыв более чем оптимистическими ожиданиями, Зеленский, без сомнения, знает положение на фронтах. При этом, теряя метр за метром своей земли на Донбассе, он продолжает держать войска в Курской области, держать тех же союзников в неведении относительно перспектив Курской операции. Запад, отдавая должное дерзости и отваге ВСУ, тем не менее, не может сформулировать адекватные оценки происходящего, полагая, что силы, задействованные при оккупации части Курской области, логичнее было бы использовать для обороны восточных границ Украины. А пока что на выходе имеется прорыв российской армии в районе Угледара и увязшие в спорадических стычках в соседнем российском регионе подразделения ВСУ. Если раньше Курская операция рассматривалась в том числе в качестве аргумента Западу предоставить право бить западным дальнобойным оружием под целем внутри России, то практика показала, что ждать от Байдена радикального шага все же не стоит. В этом смысле показательным считается заявление шефа Пентагона Аллойда Остина, считающего, что никакие отдельные виды вооружений проблему войны не решат. Безусловно, Остин несколько лукавил, говоря о том, что у нас достаточно средств поражения такого типа, потому что важно не только наличие вообще средств поражения, а их количество. То есть нам нужно масштабирование такой возможности. Можно иметь Нептун, Поляныцу и т.д., но если это единичные экземпляры, то это вряд ли сильно может повлиять на поле боя. Для изменения ситуации на поле боя, серьезные изменения на ситуации на поле боя, нам необходимо достаточное количество средств поражения, количество которое может повлиять на организацию системы управления и логистики противника. То есть заявления отдельных украинских наблюдателей, будто бы разрешение бить вглубь России западным дальнобойным оружием остановит войну буквально в считанные дни, далеки от реальности. В свое время вопрос капитуляции Москвы призваны были решать западные танки, потом хаймерсы, самолеты F-16. Нет сомнений в их эффективности на поле боя или в воздухе, как нет сомнений в том, что союзники не имеют возможности обеспечить ВСУ оружием в таком количестве, которое бы гарантировало, если не победу, то перелом в войне. Стало банальностью, но на Западе действительно испытывают нервозность по поводу превентивных заявлений кремлевского режима о пресловутых красных линиях. Если до этих заявлений Зеленского, украинского руководства и отказов, кстати, со стороны Украины, со стороны западных партнеров, до того российские пропагандисты, усы Кремля и прочие официальные лица московские заявляли о том, что они сейчас, они же не ведут войну с Украиной на территории Украины, да, они ведут войну с НАТО на территории Украины, они не украинцев убивают, то вот после ряда таких заявлений выступает уже лично Путин, который говорит, что если ударят дальнобойным оружием американским по складам на территории Белгородщины и Куршины российским, то это будет уже война России с НАТО. Ну, по-моему, просто барабан переворачивается, да, один и тот же с белкой в колесе. Ну, такие угрозы российские, к сожалению, продолжают действовать на наших западных партнеров. После Курской операции страхи европейских политиков поубавились, но у Путина в рукаве всегда имеется козырь, с помощью которого он повышает градус агрессивной риторики. Уже упомянутое Павлом Лакичуком заявление Путина об объявлении НАТО, вступившем в войну в случае предоставления Украине права бить по России дальнобойными ракетами, на минувшей неделе усилилось его же спичем относительно новых ядерных угроз в отношении стран, выступающих на стороне Украины. На экстренном заседании Совета безопасности обсуждались изменения в ядерной доктрине России. Из совсем нового можно отметить предложение Путина указать, что агрессия со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы должна рассматриваться как их совместное нападение на Россию. Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы, имея в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Новую мыслью можно считать право России на использование ядерного оружия в случае агрессии против Беларуси, в том числе с использованием обычного оружия. В остальном Путин повторил старые мантры, будто страны Запада все время повышают градус, эскалируют ситуацию и хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Однако для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности и конец тысячелетней истории. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца, интересуется Путин. Но вот этот вопрос он задает не самому себе, а вероятно тому единственному, кто властен над его жизнью, тому, кто ожидает его в раю, тогда как все остальные сдохнут. Помнится, что такое Путин уже говорил. Впрочем, презентация ядерной доктрины может оказаться всего лишь попыткой перехватить повестку после провала очередных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на космодроме «Плесецк». Сам запуск должен был носить демонстрационный характер, показывающий Западу решительность России добиваться своих целей, в том числе и ядерными средствами. После провала четвертой попытки, живучесть российского ядерного щита поставлена под сомнение. Чтобы смягчить удар, Путину потребовались слова, высказанные на совбезе. Велика вероятность, что за словами ничего нет, кроме очередного путинского блефа о военной мощи Москвы. Третий год военная мощь застревает в украинском черноземе, а теперь вот тлеет под обломками ракетной шахты на Плесецком полигоне. Меж тем на минувшей неделе произносились много других слов. Представитель МИД России Захарова, отреагировавший на возможность участия московской делегации во втором саммите мира, заявила следующее. Представители России ни в каких встречах в рамках бюргенштокского процесса не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет. А пресс-секретарь Путина Песков так отреагировал на анонс ядерной доктрины России. Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными. Понятно, что и Захарова, и Песков не самостоятельны в своей риторике, и их слова направлены в уши только одного человека. Мы привыкли к тому, что невысказанные мысли Путина до нас доносят все, кто угодно, от бывшего президента Медведева до блогера-пропагандиста Соловьева. На этой арене у каждого своя роль, к каждому отводится отдельная цитата с поправкой на оголтелость отдельно взятого рта. У Медведева или Соловьева должно быть побольше желчи, у Захаровой – наивной девичьей дерзновенности, у Пескова – сдержанного цинизма. Все они и есть коллективное путинское слово, непроизносимое им лично, чтобы не попадать, как нынче выражаются, в кромешный зашквар. Внутри России есть люди, которые отыгрывают более ястребинную, например, позицию. Да, обычно за нее отвечают Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин. Ни Бензи не знал, насколько он вообще элевантный в этом смысле игрок, к высказываниям которого прислушиваются, потому что он просто уже, мне кажется, рассказывает то, что... То, что ему приходит в голову, в этом смысле, значит, я бы на его высказания совсем не ориентировался. Его политического веса и административного веса никакого в российской элите, в российской бюрократии в том числе. Поэтому эти спикеры выступают в большей степени с тем, что они пытаются угадать позицию Путина. Позиция Путина понятна, что, в общем, никакие попытки Киева построить дополнительную коалицию в лице стран глобального юга в мирные переговоры на основе формулы Зеленского, формулы мира Зеленского, они обречены на провал. Собственно, ультиматум, который Путин изложил лично, значит, накануне прошлого, ну, накануне первого саммита мира в Швейцарии, вот это его позиция о том, как может выглядеть мир по Украине. И, излагая этот ультиматум, он понимал, что это ультиматум, собственно, и его план был сорвать этот мирный саммит. Отчасти у него это получилось в том смысле, что, конечно, основной вывод этого первого саммита был в том, чтобы пригласить Россию на второй. А второго, как мы понимаем, сейчас на втором России не будет, она не будет там присутствовать. Стало быть, реплики про властных спикеров отнюдь не так безобидны. Забит.